друзья всем привет добро пожаловать на мой вязальный канал меня зовут светлана сегодня я хочу в видео подвести итог о моем вязальном октябре что я связала за октябрь и процессы которые у меня перешли в ноябрь и даже частично они уже у меня в ноябре связались в октябре у меня было совсем мало готовых работ это было всего лишь две готовые работы ну почти три и как бы я не видела смысла показывать их о них рассказывать оставлять же эти работы и потом делать видео о работах октября и ноября я тоже не хочу потому что это готовые работы предназначены для детей и эти вещи я хочу чтобы дети носили соответственно если дети поносят эти вещи они уже будут не такие красивые как только связаны допустим снимать кусочек короткого видео какого то об этих работах если честно у меня мало памяти в телефоне храните я особо их не хочу поэтому я хочу как бы показать эти работы и отдать детям пусть они носят радуются эти вещи пусть их и реют и давайте приступим сейчас посмотрим готовые работы октября потом я покажу готовые работы ноября но это так они чистовая работа так скажем которую уже можно надеть и носить только одну все остальные работы сырые но они как бы связаны но требуют еще там доработки и потом посмотрим мои процессы которые у меня в работе над которыми я сейчас интенсивно работаю и в общем-то давайте приступать первый процесс первый первая готовая работа которую я связала в октябре это была работа баловство так можно сказать но если честно она мне нравится я связала вот такую шапку эта шапка связана крючком в технике поперечного вязания давайте это уберу это немножко мешает в технике поперечного вязания я вязала такой длинный прямоугольник который сшила и потом просто стянула макушку вот такой вот она была я ниточкой так прошлась и стянула макушку и получилась вот такая шапка шапка в длину у меня 28 сантиметров в ширину на окружность головы 53 54 сантиметра может быть даже и на 55 такое чувство что это резинка но она функцию резинки в общем-то не несет но узор очень красивый почему баловство потому что я увидела этот узор увидела шапки вязаны этим узором и мне очень сильно захотелось повторить схватила вот эту вот розовая пряжа это это обе итальянские бобинные пряжи но это розовая это махер содержащая пряжа тут много синтетических волокон но по-моему 15 процентов махера она очень такая нежная мягкая и очень легкая такая вот воздушная и у меня были остатки этой пряжи там по 10-15 грамм такие моточки клубочки я в общем ее схватила и давай с нее вязать я думала мне хватит но провязала я где тут вот начало я провязала вот то вот этого вот момента это получается где-то половина шапки чуть меньше половины я вижу что мне не хватает пряжи а результат то нравится шапка то хочется начала искать другую пряжу нашла тоже пряжу в остатках в огрызках тоже вот соединение тоже по цвету и по толщине она мне подошла пряжа приблизительно по толщине получается от 300 до 350 метров на 100 грамм добавила эту пряжу это пряжа такая она с пайеткой маленькой и вот она блестит вот пайет очка 1 вот тут еще пайетки поблескивают в общем я ее добавила связала до конца вижу что мне не хватает на шапку а это и немножечко осталось я ее довязала сшила так как я планировала тут отворот то я сшивала сначала с этой стороны потом перевела и сшивала в общем я уже не помню где тут у меня изнанка вот с этой я сшивала чтобы получился вот такой трубчик потом петелечку вывела сюда и начала сшивать с этой дошила я до макушки как сказала стянула стянула я не красиво потому что вот эта нитка очень такая нежная я боялась что я ее порву тут не очень хорошо но тем не менее стянула и шапка очень очень мне нравится на шапку ушло 86 грамм пряжи вязала крючком номер три с половиной хочу еще повторить шапку точно такую же только уже в одноцветном варианте более аккуратно но тем не менее эту шапку и дочка моя носила и я ее тоже хочу носить она очень красиво на мне смотрится так это первая работа вторая работа это вот этот вот джемпер для дочки из трех разных пряж опять я все комбинирую опять я все добавляю ну что поделать что у меня был пряжный хомяк и я гребла все что только можно и от этого всего поставала 200 300 грамм пряжи 150 50 100 и у меня этих пряж как бы выбросить их жалко вроде бы все таки 100 грамм пряжи этому много и пристроить особо сильно никуда не получается поэтому вот я их и леплю куда получится значит что это за пряжи и на какой размер каким инструментом значит вязала крючком узор на теле и на рукавах абсолютно одинаково единственное что на рукавах тут многоцветное вязание а на теле одноцветное на теле я использовала пряжу baby wool от alize в составе baby wool 40 процентов акрил 40 процентов шерсти 20 процентов бамбук толщина нитки что-то в районе 170 метров на 50 грамм этой пряжи у меня было немного грамм 250 280 вот что-то так ну не знаю может быть даже 30 300 но там были такие вот огрызочки совсем малюсенькие и в общем естественно на крючковое изделие мне бы их не хватило в спицах эта пряжа была у меня распущенная я ее использовала в дочки нам изделие дочка это изделие очень мало носила пряжа мне очень нравится и мне ее жалко было выбрасывать я ее распустила решила перевязать но в спицевом полотне это пряжа смотрелось очень неаккуратно связи с тем что она была использована даже когда я ее отпаривала все равно она была такая некрасивая полотне поэтому я решила ее использовать в крючковом полотне далее у меня было такого же подобного метража тоже пряжа от ализе но это пряжа лана голд файн тут полушерсть 49 процентов шерсти 51 процент акрила 390 метров на 100 грамм я взяла и хотела вязать двухцветные рукава ну как-то мне не очень понравилось по два ряда вязать каждой пряжей как-то скучновато было и я решила добавить еще третью пряжу 3 пряжа это у меня китайская ангора в бобинке ангора 50 то есть тут 50 процентов кролик ангорский и 50 процентов полиамид нитка была тоненькая 1500 метров на 100 грамм я ее покупала когда добавка дополнение для дочкиного джемпера я вязала после нового года дочки джемпер из пуха норки у меня было всего лишь два матка этой пряжи и я думала что мне хватит на джемпер для дочки но после того как я связала тело связала рукава я поняла что мне на реглан не хватит этой пряжи и до заказывать одного матка мне было бы мало матка пуха норки надо было два матка но мне показалось что это дорого и я решила заказать 100 грамм именно вот этой вот ангоры 50 если складывать эту ангору 50 в две ниточки то она по толщине как раз бы подходила по толщину пуха норки и в общем-то я думала что у меня все получится но это пряжа решила мне сказать обратное и когда я ее сложила две ниточки начала вязать вот именно вот момент реглана я обязала дочки реглан снизу она стала очень сильно косить она косила до такой степени что регланная линия уезжала на 5 сантиметров от нужного места то есть снизу начиналось а потом где-то вот тут на средине или же на рукаве я сложила эту нитку в три нитки начала вязать она все равно косила в четыре нитки она все равно косила до плюс это еще и толщина громадная была и в общем-то я заменила другой ниткой дочкин джемпер он связан но лежит не носится потому что ангора вылазит очень сильно почему-то не повезло нам с этой пряжей и дочка напрочь отказывается от ношения этого джемпера хотя он очень мягкий приятный и теплый но это уже другая история а история в том что эта пряжа ангора 50 осталась бесхозной я не могла ее никуда пристроить и тут я о ней вспомнила и решила попробовать добавить во первых она очень хорошо подошла по цвету сюда ну на мой взгляд во вторых она создала такую интересную фактуру такую пушистость к тому же от того что она в четыре нитки сложена это если 1500 метров разделить на 4 что-то получается триста двадцать или триста пятьдесят ну чуть толще но я не буду считать не считает у меня сегодня голова вот кому интересно я не сказал а вот и она дала такую вот плотности такой вот объемность что в общем то мне понравилось и я ее добавила так вязала я со спущенным плечом то есть пройма тут такая вот прямая широкая довольно таки изделия вязала я на дочку возраст ей 9 лет вот будет на днях рост метр ну где-то метр тридцать уже наверное окружность груди 63 сантиметра то есть ширина этого изделия было 38 сантиметров длина изделия вместе с резинкой было 52 сантиметра вот до плечика 52 сантиметра значит просто прямоугольничек вязала до выреза горловины на спинке у меня глубина по горловины два сантиметра и напереди у меня 7 сантиметров глубина горловины рукав кстати шивной изделия вязала спинку вперед отдельно рукав у меня просто прямоугольничек прямоугольничек 30 на 30 сантиметров и вот когда я уже его вшила я обвязывала резиночкой тут я присборила рукавчик чтобы он типа фонарика что-то получилось так резинка у меня тут по моему 5 сантиметров внизу 6 и на горловинке 5 если я не ошибаюсь могу ошибаться далее рукав естественно пришивной шивной когда я полностью все собрала обвязала резинкой вот этой вот пряжей чего было больше в наличии темы обвязала и принципе мне кажется очень даже гармонично смотрится вязала крючком номер три все на джемпер ушло триста шестьдесят девять грамм вот такой вот джемпер в принципе мне он очень нравится и вот эти вот такие рукава интересные я прям очень 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 довольна что я вот так вот придумала и подумываю связать еще полностью изделие вот таким вот трехцветным узором так это было второе изделие октября и третье изделие октября почти было связано в октябре но в ноябре я буквально прятала нитки вот совсем совсем чуть-чуть было работы тяжело мне далось это изделие кстати за пряжу номер пряжи номер цвета я не скажу это давно было это номер цвета alize lana gold find по моему 28 пыльная роза и ангора 50 тоже там без цвета но цвет такой нежно нежный голубой пастельный так далее джемпер джемпер для сына тоже вязался из двух пряж ну как я сказала все собираю все вывязываю чтобы этого вот этих вот кусочков остатков не было потому что ну если честно они меня раздражают я думаю всех это вот что он валяется опять же она осталась у меня ну я тоже что-то придумаю значит вязала я из двух пряж 1 пряжа турецкая himalayla на люкс 800 полушерсть 50 процентов акрил 50 шерсть 800 метров на 100 грамм номер цвета 74 626 вот такая пряжа и вторая пряжа это итальянская бобинная этот вид производитель не умел 50 процентов меринос 20 по 450 метров на 100 грамм я эту нитку складывала в два сложения эту в 4 по толщине у меня получилось ну как бы это 200 а это 225 плюс минус 200 до метров на 100 грамм так вязала я спицами номер четыре с половиной все резинки номер 4 изделие я вязала на возраст 13 лет рост метр шестьдесят один метр шестьдесят два так дальше окружность груди окружность груди ну 42 размер окружность груди 81 по моему у него далее что еще вязала по кругу по кругу вязала значит дошла до уровня пройм начала вязать спинку вперед отдельно скос плеча у меня 4 сантиметра вырез горловины по спинке 2 сантиметра по переду по моему 8 если я не ошибаюсь горловину я оформила обычным методом то есть я закрыла петли сшила да и по кругу я просто подняла петли из горловины первый ряд я провязала изнаночными петлями такая типа имитации кетлевки да вот тут видно что я поднимала и потом оформила просто резиночкой два на два мне очень нравится оформление очень эластичная и аккуратно и то есть никаких ложных кетлевок я тут не увидела надобности делать далее когда я шила плечевые швы ну сделала горловинку мне так захотелось потому что мне казалось что вот этой вот синей пряжи мне не хватит я начала вязать рукав в рукав я набрала по пройме и вязать начала по кругу и если честно и я так на себя ругалась что я начала вязать рукав по кругу почему потому что я не люблю вязать рукава в круговую мне это сложно метод magic look меня очень сильно раздражает но это еще пол беды а рукав я вязала я нитку не отрывала я ее переплетала и вот это вот небе бесконечное множество вот этих вот клубков которые между собой путались а вот этот вид он еще шершавый он цеплялся за все он закручивался он завязывался и вот это каждый ряд перекручивать это было нечто и рукава я вязала наверно дольше всего вот этого вот тела оформление и прятание ниток но если честно я очень довольна что я его связала во первых на мой взгляд джемпер получился очень красивым во вторых он теплый ну и я довольна что я довела это до конца до ума до вот на джемпер у меня ушло триста шестьдесят четыре грамма к сожалению сын не хочет демонстрировать на себе это изделие поэтому я показывала его на себе так как я сыном принципе одного размера но я то ли у меня руки длиннее немного то ли я чуть шире в плечах вот как-то он в плечах на мне сидит не так как на сыне на сыне это джемпер смотрится красивее но что я хочу сказать на мой взгляд это изделие довольно таки универсальное и можно как женский связать так мужской джемпер поэтому в общем вот довольно я все-таки результатом несмотря на то что он несложно дался и довольно что я это закончила не буду я его вязать больше так теперь работы октября у меня закончены и начинаются работы ноября в ноябре у меня связано три готовых работы уже и первая готовая работа которую уже можно надел и пошел это вот мое платье которые я вязала в рамках челленджа одарю-ка я себя не буду я об этом платье много вообще рассказывать скажу что на него ушло 400 грамм вязала на спицах номер три обвязывала крючком на размер 42 платье по фигуре рука в три четверти обвязала крючком вот таким вот волнистым узором вся остальная информация у меня в видео если не хочется смотреть челлендж там несколько видео в которых я поэтапно показывала как у меня продвигается изделие за месяц то можно посмотреть отчетное видео или же вообще коротенькое видео шортс где я показываю это платье на себе платьем я крайне довольна результат классный и в общем честно сказать это даже как стимул до к продвижению вязание дальше что-то вязать и когда вот что-то получается далее вторая готовая работа ноября это мой эксперимент над носками я все еще вяжу носки крючком хочу еще какие-то варианты попробовать ну и вот я связала такие носочки принципе мне нравится носки вязала крючком номер три связаны эти носки из ализе кашмира распущенная она была у джемпера в джемпере у сына он так как она сильно жутко закатывается я решила ее привязать на носки в качестве пряжи для носков она очень износостойкая поэтому если есть возможность можно из кашмира вязать носки и теплые и долго носятся не протираются пятки почему я добавила сюда красную нитку потому что у меня ее осталось совсем немножечко и мне хотелось ее извязать не выкидывать это вот это красная нитка вишневая это итальянская пряжа от бибиби new master там 80 процентов шерсти 20 акрила толщина ее 125 метров на 50 грамм а это ализе кашмира 100 процентная шерсть 300 метров на 100 грамм на эти носки у меня ушло 103 грамма ну нитки еще не запрятаны поэтому если я нитки запрячу 2 грамм 100 останется ну что на 101 грамм носки я связала на свой размер отлично сидят вязала от мыска до по голенка нравится если честно но вязать столбиками без накида долго и они довольно таки жесткие мне не очень нравится этот момент ну тем не менее хорошо смотрится на ноги неплохо так вот далее следующая год ну как бы носки это сырая работа почему сырая потому что нужно еще спрятать кончики и постирать и следующая сырая работа ноября это вот такой вот очень красивый укороченный джемпер крючком я его долго очень вязала значит что в нем во первых он в районе талии где-то заканчивается может быть чуть чуть выше в точной рукав круглая горловинка но скоса плеча я не делала вырез горловины по переду у меня составил по моему 9 сантиметров по спинке 2 сантиметра плечо 8 сантиметров окат 13 с половиной длина рукава до оката 47 сантиметров от подмышки до низа я не знаю сколько он у меня если честно ну где-то наверно сантиметров 28 вот так не помню если честно не буду говорить но опять же такие он сырой еще тут кончики не запрятаны еще не постиран полностью по фигуре сидит для себя я вязала на 42 размер на сколько ушло я не знаю не взвешивала почему потому что еще кончики не запрятала он еще у меня в общем-то недоработан но результат мне очень нравится очень такой вот эффектный очень вязан он значит у меня крючком номер три метряж пряжи тут где-то в районе 350 метров на 100 грамм 330 350 и вязан он полустолбиками с накидом за заднюю полупетлю полностью весь вот такой вот он очень красивый но как бы я уже его покажу я думаю что у меня будет довольно таки много готовых работ за ноябрь и тогда уже в обчетном видео я покажу более точно на себе потому что я его еще на себе даже не фотографировала не снимала ничего и скажу уже вес так все готовыми работами закончена а теперь давайте приступим к процессам процесс номер один это очередная проба пера носков это у меня только первый носок это меточка я тут делаю убавки тут совсем чуть-чуть осталось довязать этот носок вот я агрызки baby wool от alize использую которые были используют которые было использовано в детском джемпере и это носочная пряжа уже такой нету это пряжа однако называется курсок там 50 граммовые нас матки были по моему по 200 метров или 210 метров я уже не помню я покупала ее очень давно вот такое вот я вижу такая вот пяточка экспериментирую опять же вижу на свою ногу если честно мне не очень нравится какой тут смотрится но почему потому что пряжа по толщине разные тут 165 или 170 метров дала 200 здесь более плотнее как-то более а тут более так рыхленько более приятно но в общем вяжу будут носки еще далее это вот работая ее не продвигала с того момента когда ее последний раз показала последний раз ее показала наверное месяца полтора назад если не больше это джемпер который я вижу себе из распущенной и пряжи и остатков пряжи в общем то же я слепила из того что было называется ну видимо у меня такая как я не знаю как люблю люблю я такое до лепить из того что есть или как жадная скорее всего я напряжу выкидывать не хочу это распущенная пряжа это распущенная пряжа а это остатки это пряжа это значит слонемская пряжа это пряжа это на к на колен там полушерсти 49 шерсти 50 один акрил по моему 230 или 220 метров на 100 грамм что-то такое и это это я уже покажу это ярнарт пряжа от ярнарт называется милана в составе тут 8 процентов альпака 20 процентов шерсть 8 процентов вискоза 64 процента акрил номер цвета 870 очень такой приятный базовый цвет 50 грамма точек 130 метров вяжу я этот джемпер на спицах номер 4 кубических вяжу для себя то есть это будет джемпер полупатентной резинкой причем полупатентной резинкой это не кругленькие вот эти петли такие пузатенькие да а такие вытянутые на лицо ну мне так захотелось далее джемпер вяжу для себя на сорок второй размер низ такой и срединка такая вверх будет такой и рукав будет точно такой же низ такой вот зеленого цвета такого вот какого-то альпийская зелень как было на нем написано это срединка розовая и уже будет пришиваться вот этим цветом оформление горловинки будет вот этим вот цветом в общем вот такая у меня задумка а что получится я не знаю но пока я его еще не вяжу я просто его достала для того чтобы он был у меня на глазах чтобы я знала что его нужно вязать вот это такая работа у меня предстоит и следующая работа которую я сейчас вижу вы скажете опять ты мне опять ты нам хейвард показываешь свой нет это уже не хейвард я хейвард распустила до уровня резинки и решила связать простой реглан но опять же таки не знаю хватит ли мне пряжи или нет на простой реглан как-то она странно у меня лежит но потому что спицы маленькие а изделия широкенькая довольно таки поэтому странно лежит вот такое изделие не могу его хорошо разложить из-за спиц связано значит от подмышек у меня где-то сантиметра 22 а мне надо до низа изделия связать 38 сантиметров вместе с резинкой вот у меня и вся пряжа тут у меня наверное грамм 60 то есть опять не ее не хватит я так понимаю но у меня есть вот этот вот вид мне кажется что он даже так неплохо подойдет только он на видео кажется светлее чем он есть на самом деле вот такой вот может быть подойдет а нет я возьму какую-нибудь другой пряжи скомбинирую в общем как-то меня немножко сегодня посетила эта мысль что может не хватить пряжи мне но если честно уже хочется с этой пряжей разделаться и закончить на этом что это за пряжа это пряжа итальянская но здесь в украине у нас она получается украинская фирма ярна закупает пряжу в италии и тут в украине ее уже перематывает матки и делает ну как упаковку да цепляет этикетку то есть фирма наша украинская называется ярна а пряжа сама непосредственно сделана в италии это итальянская пряжа этот вид тут составе 95 процентов меринос 5 процентов кашемир очень приятная нежная пряжа 200 метров на 50 грамм или 210 я уже не помню ну что-то так вяжу на спицах номер 3 очень маленькие у нее расход поэтому я и решила связать себе джемпер имея в наличии что-то порядка 220-230 грамм ну вот не знаю будет такая вот загадка хватит мне или не хватит возможно я свяжу укороченный джемпер вот сейчас меня посетила идея связать не по уровне косточек на бедрах да как обычно я вижу себе джемпер а связать до уровня талии это будет короче где-то с так сантиметров на 5-7 и тогда на полноценные рукава мне очень даже хватит ну в общем не знаю я что будет дальше предлагаю со мной посмотреть что же я решу или же возможно сделаю какие-то полосатые рукава в общем это вот будет полет фантазии вот этот вот у меня джемпер вот на этом я все свои процессы показала которые я вижу как-то так сразу и не вспомню если у меня еще процессы скорее всего есть да есть процессы которые я отложила их не вижу и некоторые из них у меня под вопросом будут ли они или не будут поэтому я буду заканчивать свое видео у меня так в перспективе намечается еще один процесс это тоже будет джемпер скорее всего для меня потому что я обнаружила что у меня джемперов нет а мне они нужны вот и еще я буду вязать шапки и носки то есть это буду разбавлять свои грустные длинные полотна лицевой гладью каким-нибудь шапками и носками но носки в принципе лишними никогда не бывают а шапки тоже в общем-то нужны вот ну и на этом я буду заканчивать свой рассказ всем спасибо за внимание буду я с вами прощаться увидимся с вами в следующем видео всем пока